Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мезляк-Полонский и Кир, под номером 312. Нас просят решить уравнение. Обратим внимание на левую часть этих уравнений, и мы видим разность многочленов. Значит, мы будем с вами опускать скобки, вспоминать правила, когда перед скобками стоит знак плюс, и когда минус, как их опускать. И будем приводить подобные слагаемые. И обратим внимание на то, что если у подобных членов коэффициенты являются противоположными числами, то тогда такие подобные члены говорят, что они взаимно уничтожаются, потому что их сумма равна нулю, потому что сумма противоположных чисел равна нулю. Поэтому их можно просто вычеркивать. Итак, по цифре 1. 5х в квадрате минус 3 от многочлена вычесть многочлен 2х плюс 5 и равно 5х в квадрате. Перед первым многочленом у нас перед скобками ничего не стоит, поэтому мы их просто опускаем. И переписываем выражение в скобках, не меняя знаки. 5х в квадрате минус 3. А вот перед вторым двучленом у нас стоит знак минус перед скобками. Поэтому этот минус мы на него не обращаем внимания больше. На скобки не обращаем внимания. Обращаем внимание только на знаки в скобках и меняем их на противоположные. Если знак не стоит, это плюс. Итак, перед 2х не стоит знак, это плюс, меняем на противоположный, будет минус 2х. Перед 5 стоит знак плюс, меняем на противоположный, минус 5. И равно это 5х в квадрате. 5х в квадрате переписываем. Минус 2х переписываем. А 5х в квадрате и с правой частью уравнения переносим в левую и меняем знак на противоположный, будет минус 5х в квадрате. Минус 3 и минус 5, это минус 8, сумма двух отрицательных чисел, знак минус, сумма модулей 8. И переносим в другую сторону с противоположным знаком, будет плюс 8. 5х в квадрате и минус 5х в квадрате. Обратите внимание, что коэффициенты это противоположные числа, их сумма равна нулю. Поэтому если мы 0 умножим на х в квадрат, если произведение у нас, один из множителей равен нулю, то произведение равно нулю. Поэтому они взаимно уничтожаются, просто их аккуратненько вычеркиваем. Минус 2х остается, равно 8. Разделим обе части уравнения на коэффициент перед х на минус 2. И тогда у нас минус 2х делим на минус 2, это х. 8 делим на минус 2, частное число с разными знаками, результат отрицательный, ставим знак минус. А теперь делим модули 8 делим на 2, это 4. Итак, х равно минус 4, это корень данного уравнения. Подчеркиваем и записываем ответ. Под цифрой 2. х квадрат переписываем. Перед скобками стоит знак минус. Обратили внимание, вспомнили правило, больше на этот минус и на скобки не смотрим, смотрим только на знаки в скобках и меняем их на противоположные. Перед х знак не стоит, это плюс, меняем на противоположный, будет минус. Перед единичкой стоит знак плюс, меняем на противоположный, минус. Опять, перед скобками стоит знак минус, вспомнили правило, на него не смотрим, на скобки не смотрим, смотрим только на знаки в скобках и меняем их на противоположные. Будет минус х в квадрате плюс 7х и минус 32. И равно 3. Обратите внимание, х в квадрате минус х в квадрате. Коэффициенты 1 и минус 1, противоположные числа, сумма равна 0. Поэтому х в квадрате минус х в квадрате равно 0. Зачеркиваем и говорим, что они взаимно уничтожаются. Минус х плюс 7х. Складываем коэффициенты. Минус 1 плюс 7 это 6. И дописываем буквенную часть х. Минус 1 и минус 32 это минус 33. 3 у нас в правой части. Минус 33 переносим в противоположную сторону. Меняем знак. Будет плюс 33. И тогда у нас 6х равно... Кто им прибавляем? 33. 36. И разделим обе части уравнения на коэффициент перед х. х равен 6. То есть если мы 36 разделим на 6, мы получим 6. Подчеркиваем, записываем ответ. Третье уравнение. Раскрываем скобки в левой части. Перед первыми скобками знак не стоит. Это плюс, поэтому просто их опускаем. у в кубе плюс 3у минус 8. А вот перед вторыми стоит знак минус. Про него забыли, про скобки забыли. Все знаки в скобках меняем на противоположные. Перед у ничего не стоит. Это знак плюс. Меняем на противоположный. Будет минус. Минус перед у в кубе меняем на плюс. Плюс перед семеркой на минус. И можем сразу перенести из правой части в левую выражения, у которых есть буквенная часть. Меняем знак на противоположный. Будет минус 2у в кубе плюс 2у. Минус 15 оставляем в правой части. В левой части приведем подобные слагаемые. Сначала их подчеркнем. У в кубе плюс у в кубе. И минус 2у в кубе. Итак, если коэффициент не пишет, и стоит знак плюс, это плюс 1. 1 плюс 1 это 2. 2 минус 2, 0. Поэтому мы говорим, что они взаимно уничтожаются. Вычеркиваем. 3у минус 5у и плюс 2у. 3у минус 5у. Можно сделать так. 3 плюс 2 это 5. И от 5 отнять 5 это 0. Получаем тоже 0. Взаимно уничтожаются. И тогда у нас слева 0у. Минус 8 и минус 7. Это минус 15. Переносим в другую сторону. Там уже есть минус 15. И когда мы переносим минус 15 из левой части уравнения в правую, меняем знак на противоположный. Будет плюс 15. И тогда слева у нас 0у. Справа у нас 0. И мы знаем правило, что если один из множителей равен 0, то произведение равно 0. И без разницы, какой второй множитель. Поэтому какому делать вывод, что это уравнение имеет множество корней? Любое число является корнем данного уравнения. Можем записать у любое число. Потому что любое число, если мы его умножим на 0, мы получим 0. Можно записать множество корней. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. До новых встреч!